Дворцовый парк Красного Села Реконструкция – это праздник. Праздник победы. 72 года назад сражение за эту территорию длилось четверо суток. В нем участвовали десятки тысяч солдат. Сегодня на поле боя чуть более 250 реконструкторов. И они укладываются в один час. Однако остальное – от тяжелой техники до пуговиц на форме – воссоздано с исторической точностью. Например, это самоходные орудия. Это боевая машина. Точная копия оригинала. Из оригинала здесь катки, балансиры, люк механико-водитель у меня за спиной. Он там закрытый от детишек. И, собственно, само орудие. Вот из ИС-3. Делается абсолютно, конечно, максимально по истории. Это название подразделений, это реконструируемые части, конкретные герои. И самое главное, что форма, оружие и действия подразделения – они как раз именно такие, как были тогда. Если вы обратили внимание, даже как бегали пехотинцы по полю, это не современная тактика. В современной российской армии тактика перемещения по полю боя, она несколько другая. В реконструкции битвы приняли участие свыше 40 военно-исторических клубов из Ленинградской области, Петербурга и других российских регионов. Я очень долго на самом деле ездил, как зритель тоже. Смотрел за этим, за всем наблюдал. Потом решил как раз посмотреть, как это смотрится отсюда, с другой стороны. И почему не знаю, не за советскую армию, ну не знаю. У нас, как бы, тех реконструкторов, которые реконструируют именно конкретно вермахт, и так мало. Это достаточно дорого, потому что у нас вся форма, обландирование, все куплено за свой счет. Здесь, неподалеку от Красного села, стояла вся тяжелая немецкая артиллерия, которая каждый день наносила удары по Ленинграду. И установка Красного знамени над городом – поворотный момент в ходе истории. Уже через неделю после воссозданных событий, вторая ударная армия, которая шла навстречу первой, одержала победу в бою под деревней Гостилицы. Подразделения сомкнулись, и блокада была снята.